Сустрели весну с размахом. У Гомеля сегодня проходили масленичные гулянни. Святочные пляцовки разгорнулись во всех районах областного центра. На проводы зимы пришли тысячи гомельчан. Под обязанности у наших корреспондентов. В Новобелецком районе, в зоне отпочинку пруды, гостей на подворках сустракали блинами и песнями. Зразумело же, не обошлось и без других обовязковых атрибутов масленицы. Присмаков, викторин, народных гулянтов и забав. Позерот площадь, что возвышается с луп, пока рыть его отваживаются только самые моцные. У советским районе изменили масленичную локацию. Традицинно свято отзначали для Палаца культуры фестивальне. Все это мероприемство проходили для озера Любинское. Организаторы подрихтовали цикавую программу для гостей свято. Приготовили праздничную программу, которая включает в себя работу интерактивных площадок, фотозон, со всеми атрибутами, которые свойственны этому народному гулянию. Провожали зиму гамельчане под щедрые солнечные промяни. На дворе было по-соправдному весновым и комфортным, что еще больше подохвачивало веселиться. До речи об зиме, когда Амаль соступила свои позиции, напоминал только лед, который покрывает озеро. Погода, наверное, благодарит за то, и мы благодарны погоде за то, что она так подарила нам и праздник, и блинов попробовать, и шашлычки где-то, и детям раз в доле, и в народных гуляниях поучаствовать. Масленичные традиции разнастаяны, означают свято целый тыдень, и каждый день мая свою назву, тематику и звычай. Масленица – добрая подстава, как завитать один до одного в гости, провести больше часу разом с близкими и собрами. Целая неделя блинная, так что и гостей принимали, и сами угощали, и на блины ходили. Прощенное воскресенье – тоже повод встретиться, почему нет? Кульминацией святкования по традиции стало спальвание соломяного пудела. Так гамильчане Кончаткова развитались с зимой. Завершается масленичный тыдень, дарованной недели, и в этот день принято просить пробочения во всех, кого наумысленно и не наумыслно покрылдели, а так само архитоваться до великого посту. И он распочинается у понеделок. Максим Савин, Василий Осипцов, Телерадио, компания «Гомель».